200 фуражек правоохранительных органов со всего мира хранится в музее Кировской таможни. Уникальную коллекцию собрал ветеран таможенной службы Андрей Перваков. По количеству экспонатов она занимает второе место в России. Теперь и необычный музей посещают дети. Вместе с ними в историю таможни сегодня погрузился Андрей Дозорцев. Первый таможенник Михаил Альбертович Лазарев, вот здесь вот его фотография, он прибыл на Кировскую землю в 90-м году. Уникальные экспонаты музея рассказывают не только о том, как появился в Кирове таможенный пост. Она знакомит посетителей с буднями службы. Вот только обычными их, судя по экспонатам, не назовешь. Например, эта фотография повествует, как в 90-е кировские таможенники задержали самолет полный денег. В самолете, который прилетел из Азербайджана, нашли пять здоровенных мешков с советскими деньгами. Машинки для счета денег у нас в то время не было, поэтому все считали руками, считали три дня. И знаете, сейчас уже не вспомню, но очень много. И мозоли кровавые были на пальцах. В музее храницей старинная таможенная декларация на экспорт товаров. Это были дымковские игрушки, которые отправили в Швецию. Здесь найдется и старая форма таможенной службы, или, например, пломбы разных стран для контейнеров. Экспонаты помогал собирать бывший заместитель начальника поста, а ныне уже ветеран Андрей Перваков. Помимо того, что я служил в таможне, я также еще являюсь членом Международной полицейской ассоциации. И по роду вот этой, так сказать, участия в этой общественной организации, я общаюсь очень с многими коллегами полицейскими и таможенниками мира. Главная гордость ветерана – его огромная коллекция фуражек, 200 штук. Часть из них принадлежит полицейским, часть – таможенным службам разных стран мира. По количеству экспонатов коллекция занимает второе место в России, больше только в Москве. Здесь можно увидеть головные упоры Великобритании, Австралии, Франции или Непала. Особое удовольствие зрителям померить фуражки. А что это за фуражка? Чем она отличается от обычной? Она из Англии. И то, что прочно защищает голову. Посетителями необычной выставки стали воспитанники школы-интерната номер один города Кирова. В музей их пригласил депутат городской думы Дмитрий Никулин. В рамках проекта «Вместе с городом – это наши дети». Такие экскурсии и знакомства с профессиями для детей-сирот стали уже регулярными. Нет чужих детей у нас. И надо помогать, общение. Не только задаривать подарками детские дома, но и уделять им внимание, в общем-то, и направлять на путь, может быть, жизни, просто объяснять, что, как у нас. Вот от данной встречи мы тоже, ну, я думаю, что получим какой-то положительный эффект. Яркая экскурсия привела к ожидаемому результату. Многие дети твердо решили связать свою жизнь с таможенной службой. Кто-то захотел стать полицейским, чтобы уже не пришлось в дальнейшем расставаться с фуражкой. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.